За первую половину апреля 2023 года ушло много людей, в том числе известных. О них я уже рассказывала в одном из видео. Этот месяц еще не закончился и продолжает забирать известных личностей. 18 апреля из жизни ушел актер, певец Аперетты и артист балета Вяйну Арен. Он был родным братом известного эстонского советского актера Рейна Арена. В 1950 году Вяйна Арен начал карьеру артиста в театре Ванны Муйны как танцор в балетной труппе. Также он был солистом театра Эстония в Таллине. Пять раз Вяйна Арен снялся в кино. Он сыграл небольшие роли в фильмах «Счастливая улица 13», «Молодой пенсионер» и в других. Актер умер на 90-м году жизни. Также 18 апреля не стала актера театра и кино Александра Тартышникова. С 1960 года Александр Тартышников начал работать в театрах Архангельска, Красноярска, Читы, Белгорода и других городов. В 1974 году он стал актером Харьковского академического украинского театра имени Шевченко. В 1971 году Александр Тартышников дебютировал на экранах в качестве киноактера, снявшись в фильме «Поезд в далекий август». Затем в 1978 году актер снялся в фильме «Отряд особого назначения». В основном он снимался в сериалах. Среди них «Безумие, вызов и борьба», «Высшая мера» и другие. За все время карьеры актер сыграл 27 ролей в кино и сериалах. Александру Тартышникову было 80 лет. Известно, что долгое время актер боролся с тяжелой болезнью. 18 апреля ушел из жизни советский и украинский актер Александр Якимчук. Большую часть своей жизни Александр Якимчук отдал театру. С 1972 года он служил в Волынском музыкально-драматическом театре имени Шевченко. Первые годы он работал в качестве монтировщика декораций и выходил на сцену лишь в эпизодических ролях. В 1975 году Александр Якимчук получил должность артиста балета, а еще через пять лет стал артистом драмы. В кино актер снимался совсем мало. Зрители могут помнить его по советско-германскому сериалу Николай Вавилов. Причины смерти артиста не уточняются. Он покинул этот мир на 1967 году жизни. 19 апреля из жизни ушел южнокорейский певец, танцор, актер и модель Мун Бин. Он был участником популярного бойбенда Астра. Перед тем, как дебютировать в этой группе, в 2015 году Мун Бин снялся с остальными участниками коллектива в веб-дораме «Продолжение следует». 19 апреля 2023 года в 20.10 по корейскому времени Мун Бин был найден мертвым у себя дома. По предварительным данным он наложил на себя руки. На следующий день, 20 апреля, коллектив, а также их лейбл подтвердили смерть певца. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Мун Бину было всего 25 лет. Субтитры создавал DimaTorzok